МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лесопромышленного производства сообщил об этом правоохранителям. Была спланирована операция. Мужчина под контролем сотрудников ФСБ передал главному лесничему 120 тысяч рублей, из которых лишь четыре были настоящими. Кроме того, купюры оставили на руках обвиняемого следы. Впрочем, руководитель лесхоза свою вину так и не признал. Он сказал, что полученные средства – это благотворительная помощь. Строящийся двухэтажный кирпичный дом загорелся в Волок, где пожар произошел накануне в 11.51. Он принадлежит 51-летней женщине. Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров. Огнем повреждены внутренние и наружные отделки. Произошло частичное обрушение кровли. Пострадавших нет. Спасено материальных ценностей на общую сумму около 50 тысяч рублей. Причины происшествия устанавливаются. 51 ребенок пострадал на дорогах Череповца с начала этого года. В шести случаях ДТП произошли по неосторожности самих детей. В области стартовало мероприятие «Зимние каникулы». Инспекторы призывают родителей позаботиться о безопасности своих чад, соблюдать правила перевозки, ежедневно проговаривать правила дорожного движения, закрепить на одежде светоотражающий элемент. Водители призывают с особой осторожностью передвигаться во дворах, быть внимательными при проезде остановок общественного транспорта, мест проведения массовых детских новогодних представлений и пешеходных переходов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова